Совершенно очевидно, что на рынок криптовалюты приходит крупный игрок. Многие уже запутались окончательно. Коронавирус, нефть, фондовые рынки, форекс, что будет доллар, что будет форин, что будет рублем. Давайте не усложнять, то есть анализ это есть разделить на части и разобраться. Вот я хотел бы предложить простую схему для того, чтобы понять, что происходит и решить, как воспользоваться ситуацией сегодня. Я бы начал с цены на нефть. Понятно, что цена на нефть будет падать и падает. Причина кроется в той международной организации, которая называется ОПЕК. То есть это организация экспортеров нефти. Суть этой организации по сути это картель. Что такое картель? Картель это и есть сговор на рынке. Если мы предусматриваем свободный рынок, естественно огромное количество антимонопольных законов принято на этом рынке. Монополия признана, монополия вредна. Но в то же время крупные страны создали чистым виде картель. Это организация сговора. Много лет, более почти 30 лет эта организация искусственно держит и управляет ценой на нефть монопольно. Всего 14 организаций. 14 стран находятся в этом обществе. Это крупнейшие экспортеры нефти. И уже через 30 лет даже внутри этого картеля становится трудно договариваться. Дело в том, что все разбогатели. Дальше богатеть уже они начинают друг другу мешать. Вообще-то это процесс, проблема внутри этого картеля началась еще лет 10-15 тому назад. И эти участники ОПЕК начали процесс уничтожения, взаимное уничтожение друг друга. Давайте вспомним Саддам Кусейна и Иран. Ирак. Как только Ирак захотел пойти в Кувейт, расшириться, Ирака просто не стало. Путем применения военной силы друзья договорились и уничтожили одного из своих. Саддам Кусейн и Ирак. Сегодня нет. Страна есть, нет такого крупного экспортера. Второй игрок крупный это Ливия. Дело не в том, что полковник Каддафи там критиковал ООН, Совет Безопасности, выступал плохими речами. Дело в том, что Ливия оставалась крупнейшим экспортером нефти. Договариваться с ним было тяжело и решили его физически устранить. Устранили и страну, экспортера и лидера. Но Саудовской Аравии это не пройдет. С Россией это не пройдет. Соединенными штантами это просто не пройдет. Сил не хватит у всего мира физически устранить конкурента. Но остальные экспортеры относительно послушные. Так вот, в марте месяца ребята не смогли договориться. И цены пошли гулять. Понятно то, что эти участники будут наращивать добычу. Теперь квот на добычу нет. Увеличивать добычу и снижать цену. Началась борьба на выживание. Началась борьба на выживание. Никто уже не сможет договариваться. Это естественно финиш. В любом случае любой сговор на рынке заканчивается пузырем, финансовой пирамидой. И она разваливается. Это естественно конец того сговора, который еще был заключен в 1961 году. В Багдаде была создана эта организация. В Ираке, кстати. И так цена на нефть будет падать, пока один из крупных участников не объявит капитуляцию. Дело в том, что у большинства экспортеров нефти бюджет, то есть содержание собственной страны, его вооруженных сил, его полиции или жандармерии и его социальной сферы обеспечивается национальной валютой. Например, Россия. Бюджет России, содержание этой страны, этого государства рассчитывалось в прошлом году 20 триллионов рублей. Правительство России решило, что 20 триллионов рублей достаточно для того, чтобы финансировать содержание вооруженных сил и развитие, финансировать полицию, финансировать все социальные потребности общества. 20 миллионов. Но бюджет составлялся, когда цена на нефть была 60-65 долларов за бочку, за баррель. И представьте себе, цена на нефть падает в три раза. В три раза. Придется национальную валюту, стоимость национальной валюты относительно доллара, международной валюты, поднять три раза. Если 60, значит будет 200 рублей за доллар. И тогда у бюджета хватит рублей, да? Без ущерба валютной выручки от продажи нефти. Тогда хватит для того, чтобы заплатить и вооруженным силам, и полиции, и милиции, и пенсионерам, детям, всем нуждающимся. Тогда не будет в стране социальных потрясений, не будет новых революций. И точно не будет. Но что? Вся это бремя ляжет на обычных гражданах России. Да? Граждан России. Естественно, практически со счетов, у которых уйдут эти деньги. То есть за счет повышения, то есть девальвации рубля, снижение покупательспособности. Это повышение цен, потому что все товары и услуги это долларовые, и все остальные последствия. Итак, первый пункт. Это организация ОПЕК. ОПЕК. По-английски пишется The Organization. Organization Petroleum Exporting Countries. Это картель. Вот так, картель в чистом виде. Если бы это было бы не крупное государство, это было бы незаконное, антимонопольное организация. Тем не менее, их сговор привел вот к этому данному кризису. Окей. Второй момент. Мы должны рассмотреть, как это отразится в самом долларе. Давайте еще до рубля не перейдем, в самом долларе. Доллар это международная единица расчетов. Доллар выпускается Федеральной резервной системой США. Так? Ну, другими словами, это печательный станок. И часто по телевидению мы видим понятие количественных смягчений. Количественных смягчений. Либо, значит, на английском языке Q-ism. Вот. То есть, количественных смягчений. Что это такое? Люди иногда путаются. Что за количественные смягчения? Друзья, это печать. Это печать новых денег. То есть, буквально три дня тому назад снова принято решение в Соединенных Штатах о дополнительном количественном смягчении в размере трех триллионов долларов. Слушай, три триллиона долларов. Запомните, три триллиона долларов. К осени 2008 года, к началу мирового кризиса, денежная масса долларовая составляла всего 0,8 триллионов. 824 миллиарда долларов. И сегодня уже по разным источникам денежная масса увеличилась несколько десятков раз. И плюс к этому дополнительное количество смягчений. Дополнительная печать денег для чего? Поэтому недоговоренность внутри ОПЕК очень больно бьет по правительству Соединенных Штатов. У них большие проблемы, друзья. Да, печатный станок можно включить. Печатный станок. Но в любом случае увеличение денежной массы ведет к, может привести к непредсказуемым последствиям. Вот война на выживание. Поэтому что вот нам нужно знать? На фоне вот этих коронавирусов всех, да, это причина разумеется только. На фоне падения рынков начинает подниматься курс рубля и начинает подниматься курс венгерской валюты, любых национальных валют. И людям кажется, что вот доллар будет дорожать и так далее. Доллар дорожает относительно каких-то национальных валют, которые искусственно будут девальвироваться для того, чтобы пополнить собственный бюджет. Да? Эти правительства ничего не могут представить, когда сокращается экспорт чего-то. Только можно девальвировать свою валюту и тем самым спасать бюджет годовой. Поэтому бегство, уход в доллар – это ложные ворота. Туда входить нельзя. И давайте посмотрим рынок криптовалют. Рынок криптовалют. Сегодня уже ни одно правительство мира не думает о запрете криптовалют, о запрете технологий блокчейн. Сегодня уже стало ясно – технологии не остановить. И криптовалюты – это будущее экономики. И огромные фонды, инвестиционные фонды, хедж-фонды, в которых работает, кстати, немалое количество правительственных денег. И немалое количество денег крупных правителей, магнатов, в том числе и самого Уоррен Баффетт, который пытается критиковать блокчейн. Эти деньги находятся в этих фондах. И буквально за неделю, за первые две недели марта, они понесли миллиардные убытки. Десятки, сотни миллиардов убытки понесли. Что делать? И они уже давно, эти фонды изучили рынок криптовалют. И с огромными, огромными фурами денег они готовы сюда войти. Вот представьте себе, какая-то крупная организация захотела войти в рынок криптовалют. Представьте себе, мы с вами захотели захватить рынок недвижимости в Будапеште или в Казани, в Москве. Как бы мы поступили, имея огромное количество денег? Мы бы сначала уронили эти цены, правда? Потом начали закупать. Посмотрите, от десяти тысяч долларов цена биткоина сегодня опустили чуть ли не до трех тысяч. Для нас, для ранних инвесторов вообще не катастрофа три тысячи долларов. Потому что мы начали покупать еще в начале семнадцатого года биткоина по шестьсот долларов. Поэтому три тысячи долларов для нас это просто конфетка. Но для тех людей, кто хотел бы войти, три тысячи долларов за биткоин, это просто шанс. Это бесплатный вход. Мы начали покупать эфиры по двадцать семь долларов. А сегодня эфир стоит пусть сто пятнадцать долларов. Двести долларов, триста долларов, да? Оно уже было. И тысяча долларов будет. То, что сегодня эфир упал до сто пятнадцать, до сто двадцать долларов, это тоже просто колоссальный шанс. Колоссальный шанс. Вот эти хедж-фонды, крупные инвестиционные фонды, они ждут. Вот сейчас до конца, при помощи паники, при помощи пропаганды, при помощи сбросов искусственно, мы уже целый год наблюдаем, как заполнялись где-то пару сотен крупных кошельков. Они тихо покупали, покупали, покупали биткоины эфиры. И за целый год там не было продаж. И сегодня, с начала марта, они начали резко сбрасывать продавать. То есть, ронять рынок. Так это же видно, что манипуляционные технологии. Если бы была комиссия по ценным бумагам, если бы были законы, конечно, этих людей, они бы заслужили эти манипуляторы рынка по жизни на себе наказание. Заслужили бы, но они сейчас не боясь манипулируют. Так вот, уронив, возможно, до трех, до полутора тысяч долларов в стоимость биткоина, они потом начнут что скупать? Скупать. И, естественно, цены на криптовалюты пойдут как взлет ракеты вверх. Идет массовое перепроизводство всего то, что есть. Всех товаров и услуг. Массовое перепроизводство. И этим особенно в этой области преуспел Китай и страны Азии. В свое время американский капитал, европейский капитал был экспортирован именно в Азию, там, где дешевая рабочая сила. Теперь сегодня там у них производство, у них дешевая рабочая сила, у них технологии. Что теперь? Рынки отдать? Трамп, когда пришел, об этом и говорил. Так рынки у них. Значит, эти рынки надо что уничтожить? В 41-м году, в 39-м, в 40-м годах, допустим, сталь-литейное производство Англии было уничтожено бомбардировкой немецкой. Была уничтожена, но бомбить Китай сегодня может быть опасно, да? Бомбить не надо. Зато есть коронавирус, вроде бы обидный. Здесь работает война средств массовой информации. Смотрите, как перепугали всех. Все, Китай, промышленность Китая остановилась. Еще пару месяцев там массовое банкротство начнется. Как ты восстановишь? Как все это восстановить? Когда люди разбегутся уже, естественно. Им же платить надо, когда банкротство. На многие годы. Это дает, конечно, сильную фору для американцев, для европейцев, тоже для того, чтобы уже как-то перераспределить производство по всему миру. Поэтому надо затягивать пояса сегодня, я так считаю, да? Не верить ни одной валюте национально, в том числе и доллару. И мир сегодня уже окончательно, окончательно на пороге входа в криптовалютный рынок в экономике. Я не знаю, какая валюта будет. Может, эфир основная валюта. Может быть, тизер. Может быть, какая-то, значит, либра. Возможно, это будет биткоин. Но я точно знаю, что в скорейшее время мы увидим колоссальный рост рынка криптовалют. Это для нас с вами шанс. Шанс, который стучится в наши двери. Я думаю, самые умные, самые решительные этим шансом воспользуются. Надо быть технологичным. Все это, в принципе, очень просто. Продолжение следует.